Удивительный мир Флоры Удивительный мир Флоры Самое удивительное, что большинство из растений Наталья вырастила из семян, даже кипарисы. Переступив порог сада, трудно сосредоточить внимание на одном цветке, поскольку все они по-своему привлекательны. Одни привлекают своей красотой, другие пугают острыми иголками. Третий необычный по-своему. У меня одни гибискусов, несколько цветов, кипарисов, несколько видов, пальм, я вам насчитала, 3-4-5 пальм разных видов. Ну и всего остального тоже понемножку. Пепперомии тоже две разновидности. Очень много у меня рождественников, суккулентов очень много разновидностей. Ну и обычные травянистые, вот бегонии, клубневые и обычные кустовые. Здесь все цветет и благоухает круглый год. Тут растут не только комнатные растения, но и садовые, а также цитрусовые и даже кофе. А вот комнатная мимоза, на первый взгляд, такая скромная и неприметная, оказалась характером. В этой России называется мимоза. Странное, да, название. Ну, мимоза... Это комнатная мимоза, да? Именно комнатная мимоза. Ее еще называют недотроха. А почему так? Потому что при дотрагивании она сворачивается, листочки опускаются, и она сворачивается. Даже может вот и осыпаться, видите? Ну, мы ее потрогали уже. Очень нежная, да? Очень нежная. А потом она раскроет все листочки. Гордость Натальи – адениум, пустынная роза. С большим нетерпением цветовод ожидает, когда растение наконец-то зацветет. Но чтобы этот вечно зеленый островок продолжал радовать своей красотой, необходимо уделять должное время и необходимый уход каждому растению. Летом им становится очень жарко. Здесь температура зашкаливает. 45-50 градусов. Солнце нагревает это. Хотя и притенение все равно. Я их выношу на улицу, поливаю дождевой водой. Ну, подкармливаю, как обычно все. Раз там в две недели. Комплексными разными удобрениями. Для каждого растения нужны свои удобрения. Ну, а осенью, когда уже похолодает, я их заношу сюда в сад. И они прекрасно себя чувствуют от цветов. Наталья с удовольствием проводит досуг в любимом саду. Особенно зимой, когда за окном сугробы, мороз. А здесь всегда тепло, светло, уютно и зелено.